Меня зовут Баршай Рудольф Борисович, я музыкант. Я боюсь, что у меня бы не было ничего в жизни, пустая была бы жизнь. Он бы там остался, в России. Чего не было бы? Не было бы записей Майера, не было бы Десятой симфонии бы. А это же ведь целый кусок жизни, работа над окончанием этой гениальной Великой симфонии. Если в жизни я сделал что-либо очень ценного, то это две вещи. Первое – это искусство Фоггебаха, и второе – это Десятый Майера, окончание того и окончание другого. Десятый Майера Десятый Майера Здесь есть такая гора, совершенно как та в нашей станице Лобинской. Железная гора. И когда мы гуляем, проходим там, это очень волнительно мне даже бывает. Мама была дочкой атамана Кубанского войска. И, соответственно, получила очень хорошее образование. Он отправил свою дочку в Майкоп, в лицей благородных девиц. Ну, она там языки изучала, на рояле играла. Она была очень образованная девица. А кроме того, кроме всего прочего, говорили там, на Кубани, что казачка Мария – самая красивая женщина на Кубани. И правда так и было. Она была очень красива, мама. И папа потерял голову. Он приехал туда, в эту станицу, по делам каким-то он был камеважор, знаете. И влюбился, потерял голову и женился. То, что она вышла замуж за еврея – это было желание дедушки. Потому что сам главный атаман казачий уже был субботником. Он принял еврейскую веру. И за ним вся станица последовала. Они все были евреи, фактически, по вере. Па-р-р-р-ри-ям-па. Па-р-ре. Па-р-р-ри-да-ри-да-ри-да. Па-р-р. Рам-ма-па. Детство я провел в раю до четырех лет. Это что-то удивительное, какое было там прелесть. Какая зелень, какие там были фрукты, какие там были арбузы. Когда начались репрессии, там оставаться было просто опасно. Жизненно опасно было. Это был год 28-29. Репрессировали казачество, главным образом, состоятельных землевладельцев, которым был, конечно, мой дед. И всякого, который имел дом, собственный дом, это уже подлезало репрессии. И однажды папа пришел к нам и сказал, дети мои, сегодня ночью в 4 часа будет за нами подвода. Мы уезжаем отсюда навсегда. Стояла линейка и такая повозка. Я сидел наверху груды чемоданов и узлов, повязанной бабушкиным платком. Я помню, это было холодно. Моя жену зовут Баршай Раскола Елена Сергеевна. Она органистка. В этом доме мы живем, сейчас я вам скажу. Я помню, что мы здесь, в Швейцарии, праздновали наше новоселье, когда мне исполнилось 60 лет. Тех, кому исполнилось 60 лет в этом году, мы всех пригласили. Всех из деревни. Лена напекла всяких замечательных вещей, которые она умеет. Там разные творожники она умеет печь, но не просто творожники, а творожники в виде печенья. Такого. Ой, это... Осталась рука без десятой симфонии, которую Майлер не успел закончить. Умер. Первая часть уже была даже инструментована, а другие части были в набросках. Только идет 4 строчки, потом указана труба. Вот здесь полторная. Указание просто тому, кто будет писать партитуру. Потому что он уже был приговорен врачами. Ему уже врачи сказали, что у него такая болезнь сердца, которую он дольше двух месяцев не проживает, или трех месяцев назад. Но он тогда бросился скорее заканчивать это. Английский музыковед Дерри Кук расшифровал практически нечитаемые иероглифы Майлера. Он расшифровал. И Орманди с оркестром Филадельфии записал это. Впечатление было огромное. Я лично был ошеломлен. Что это за музыка? В первой же части есть места, которые поднимают, как будто тебя за волосы тащат кверху. Вообще, видите ли, Майлера – это явление такое великое. Каждый человек на Земле должен это знать. Должен это слышать и любить знать. Иначе мы не выполним Азовджия, иначе не выполним своей миссии. Случилось так, что я получил очень счастливое приглашение продирижевать десятой Майлера в Вене. И я приехал туда, начал работать с ними по этой партитуре Деррика Кука. Но меня уже с первых же шагов, даже первая часть, меня уже стала не устраивать. Как Дерри Кук инструментовал даже, и как решил заполнить пустые места. Музыка чудесная. Но там не так звучит все, как надо было бы. Как я себе представляю. И я неправильное направление выбрал. Я решил сделать некоторые корректуры. Я несколько ночей писал дополнительные партии. Или вносил корректуры в их не уже готовые партии. Несколько ночей я потратил на это, и дело все равно меня не устраивало. И тогда я решил, нет. Я должен этим заняться сначала. То есть я должен, значит, получить совершенно точный манускрипт рукописи. Не чьими-то обработками пользоваться, а только, и ни на какие обработки не заглядывать, а только манускрипт рукописи получить. Я стал с тех пор по всей Европе рыскать, искать этот манускрипт. Я остановился около класса, откуда музыка-то шла. Подошел тихонечко, приоткрыл дверь немножко. Смотрю, сидит женщина, ну, педагог, очевидно, играет на рояле. И вот так вот она. Потом она меня увидела. Мальчик, заходи, заходи, не стесняйся. Я зашел, прикрыл дверь, встал около двери и слушал. Слушал. И когда она закончила, я ее спросил, а что это вы играли? Она сказала, это лунная соната Бетховена. Как это такое слово есть по-немецки, когда... Ну, в общем, такой завороженный шел домой. Все время перед... У меня в голове эта музыка звучала. Все время. Я не мог ее забыть. И когда я пришел домой, первое, что я сказал папе, папа, купи мне, пожалуйста, пианино. Я хочу учиться музыке. Я вот то-то, то-то сейчас слышал такую, и то хочу я играть эту музыку. Следующий, значит, выходной день, воскресенье, папа пошел на рынок. Пойду покупать, говорю, тебе пианино. Пришел с рынка и говорит, пианино я тебе купить не смог, оно слишком дорого стоило, но я купил тебе скрипочку. Продолжение следует... Вопрос заключается в том, пойти ли на компромисс с действительностью, на которую пошел Галилей, который отказался от того, что Земля вертится. У каждого, который уезжал, есть причина, но она не может быть одной. Это очень болезненный вопрос для меня, очень. Это не зажившая рана до сих пор. И давайте об этом поговорим попозже, немножко. А у тебя скрипочка с собой? Я говорю, с собой. Ну, идем, я тебя отведу к профессору. Он послушал. И потом говорит мне, ну, конечно, у тебя способности есть к музыке, но ты понимаешь, ты уже перерос свое время. В твое время ребята уже играют, знаешь, какие произведения, Паганини, например. У тебя хорошие отметки в школе. Хорошие. Ну вот, поезжай, иди в школу, учись серьезно и скажи родителям, чтобы они тебя выбрали, профессию какую дальше быть. Отставка полная. Я пришел, домой приехал на поезде, там, значит, весь в слезах был, я плакал. Плакал, не мог успокоиться. Ужас. А скрипку положил на шкаф. Встал ходить в школу и пролгал петь в хоре. Потом в один прекрасный день встал рано утром, залез на шкаф, взял скрипку, вытер ее и начал заниматься сам. Играть все упражнения. Но как? Очень рьяно. Так. Стараясь, вот если играем пальцами та, та-ри-ра-ри-ра-ри-ри-ра, я старался пальцем выстукивать, как молоточком каждый, чтобы был, и чем укрепил себя пальцы. Музыка во мне заговорила. Это было у меня, знаете, как будто наваждение такое. Я бредил музыкой. Мне все время музыка снилась во сне, как то, что я уже слышал. Или то, что не слышал, незнакомая мне музыка. Вроде как будто я сочинял чего-то такое. И потом папе говорю, папа, мне нужно опять в Москву съездить. А папа возражал. А мама отнеслась с большим, с большим, как вам сказать, пониманием. Ну и тут сказалось, видимо, ее такое образование очень интеллигентное. Потому что она проходила и музыку там в этом институте благородных девиц. А папа, он говорил, что не надо тебе быть скрипачем. Ты будь инженером приличным, а так и умей играть на скрипке. Вот и хватит. Нет, я просто настаивал так, что папа понял, что деваться некуда. Субтитры создавал DimaTorzok Какие были у меня педагоги в консерватории. Замечательные педагоги. Я должен их всех помянуть. Как святых людей, которые мне дали жизнь. Не просто научили мне музыке, а дали мне жизнь в руке. Благодаря этим людям продолжал жить. И мне хотелось дальше работать. Это спасибо Цейтлину. Величайший был музыкант. Величайший он был патриарх русской скрипичной школы. Вадим Борисовский. Мой учитель по альту. Когда я перешел на альт, чтобы в квартете играть. Я еще немножко с ним польским занимался до сих пор. Чуть-чуть, немножко. И вот тоже незабываемый совершенно получил у него урок. Как он мне однажды сказал. Вот знаешь, ты немножко косо, у тебя смычок идет косо. Да будет звук громче у тебя, но гораздо грубее. Не будет таким гибким. А ты немножко локоть отведи назад. Чуть-чуть. Вот столько. И все, отвел мне на два сантиметра. Этого достаточно. В оркестре Стокгольмского радио. На все репетиции приходил один музыкант, который меня как-то озадачил. Такой был внимательный, и так он слушал. Оказался это композитор. Ученик Альбана Берга. Тогда я к нему сразу. А у вас есть партитура десятой? Рукопись. Это рукопись настоящая. Он сказал, есть. Есть. А вы не можете мне дать ее на одну ночь, чтобы переснять? Не могу. Это свадебный подарок моей жены, говорит. Я не могу с ним расстаться. Тучи идут, идут с моря и с запада, особенно с запада. Упираются в горные вершины и проливаются здесь. Дальше им нет дороги. У нас не разрешали Майлер играть. Майлер был запрещен Германии. И очень были немцы недовольны, когда у нас играли Майлеры. И, конечно, поскольку Сталин объявил, что Гитлер – это его друг, то, значит, стали с этим как-то вроде считаться в угоду Гитлеру. Это была большая довольно поляна в лесу. А в лесу шел бой. Мы играли перед бойцами, которые выходили с передовой. А другие, которые сидели с нами, и мы им уже поиграли, идут им на замену, прямо в бой. Бетховена, Гайдена, Моцарта, Мендельсона – они слушались, затаив дыхание. Они как будто чувствовали, что они приобщаются к чему-то таинственному и святому. Такое было ощущение, на них глядя. На поляну приходили солдаты обеих сторон. Так близко стояли войска. Там же были чуть ли не рукопашные бои. Не знает немец, идет молоденький немчура, немцы. Они были интеллигентные, были симпатичные люди. Но он бредет такой, в лесу заблудился. Куда ему идти в Россию? Не знает никого, ничего. Слово сказать не может никому. И он набредал на эту полянку. Видит, сидят другие. Ну, понимаешь, что это не немцы. И форма такая вся такая. А они садились. Один, двое. Ну, они же видны все. Но они и станут одного несчастного немца убивать. Пришел, может быть, какой-нибудь молоденький гейный. Могло быть так, могло. Вполне. Кроме того, мы, конечно, играли в госпиталях. Я никогда не забуду, как один молодой грузин лежал без рук, без ног. Но не помню, не скажу, что у него одна или одна рука была, что-то такое было. Но он попросил, товарищ скрипач, вы знаете такую песню Сулико? Я сказал, ну, кто же ее не знает? Тогда сыграйте мне, пожалуйста. Я ему сыграл песню Сулико. Это замечательная же песня ведь. Ну, чудесная. Одно из чудес света эта песня. Я никогда не забуду, как он плакал, этот молодой боец, молодой парнишка. Как он плакал. Ну, мальчик просто. Совсем. Когда возвращались домой русские пленные, из пленных домой возвращались, у нас их сажали в тюрьмы сразу, первым делом. Мы думали, мы так возмущались, что же эти люди, которые добровольцами уходили, они же попадали в плен. Ну, даже вот на моей памяти знакомый, Всеволод Топилин, прекрасный пианист, он разве виноват, что его... Ну, в плен попал, не хотел умирать. Ему было предложено выбор. Либо в плен, либо убьют на месте. Он остался жив. А когда вернулся не так скоро, он, значит, поплатился за то, что он был в плену. Он просидел какое-то время в лагерях. Шостакович мне часто назначал урок домой. Я прихожу, вижу, стоит партитура 15-го квартета Бетховена, опус 132. Стоит партитура на пульте. Я аж такой оживился. А вы что, знаете этот квартет? Я говорю, ну, я знаю так, но... А вы уже играли его? Нет, вы еще не играли, но пока не дошли еще. Учите скорее, учите скорее. Взял меня за руку, начал трясти. Вот так прямо нервно трясти. Учите скорее лучшей музыки. Я не знаю, кто это сказал. Сам создатель. Сам создатель великих произведений. Ри, ра, ри, ра, ри. Все это тянется. Красота музыки. Это неописуемая действительно красота. Это выше всего. Это выше всяких национальностей. Выше всего. И потому что, видите ли, я должен сказать обязательно про Бетховена, что я совершенно верю ему. Когда он в разговоре с Шупанцигом, с скрипачом, который играл в своем квартеты, про этот квартет, Шупанцик ему сказал, ну, написал, конечно, он здесь уже не слышал ничего. Людвиг, в твоем последнем квартете ты написал пару пассажей, которые почти невозможно сыграть на скрипке, так и трудно. Что он ответил, этот глухарь, что ответил? Какого черта ты толкуешь мне о своей проклятой скрипке? Он по-немецки написал о своей проклятой фидель. Фидель – это презрительное название. В деревне играют на фидель. И пиликают. В то время, как я разговариваю с небесами. И я ему верю. Верю, что он это слышал. Такую музыку написать простой смертный человек не мог. Иметь отношение к этому божеству какое-то, право прикоснуться к его творениям – это уже большое счастье. Это уже дано не каждому человеку на земле. Это можно мне только завидовать. Поэтому в такие моменты нет счастливее меня человека на земле. В такие вот моменты, когда я это чувствую. Субтитры создавал DimaTorzok Боцелло желание уехать появилось сразу же после постановления о музыке, когда били Шостаковича Прокопева. Вочеряна, когда издевались, какие были ужасные вещи. В газетах писали в правде. Товарищ Шостакович и Прокопев, ваша музыка не нужна народу. Детей Шостаковича в школе травили просто. Кричали ему, вот вы сын или дочка врага народа. Я в эти дни пошел в цирк со своим маленьким сынишкой. Он старший мой сын был. Лева выбегает. Такой главный замечательный – карандаш. Пианино стояло. Он собачку выбрасывал прямо на клавиатуру. Она бегает, заведующий сценой выходит. Карандаш. А что делает твоя собака? Ах, не обращайте внимания, она играет новую симфонию Шостаковича. Я, конечно, позвонил. Бетя Дмитриевич, вы знаете, я хотел вам выразить мое сочувствие. Добрич, а вы не могли бы ко мне приехать? Я могу, конечно, с удовольствием. Приезжайте. Когда? Он говорит, когда хотите, хоть сейчас. Я взял и поехал. Один он дома сидит. Повел меня к столу. Сели за стол. Молчали. Что можно было сказать? Сказать было нечего. Ни ему, ни мне. И некому было ничего сказать тогда. Ужас. Ужас просто. Обуял нас ужас. Обой. Все. Он пошел, принес бутылку вина и коробку шоколада. Хорошее очень было вино. Грузинское. И мы с ним бутылку все выпили и закусывали конфетами только. Молодые все-таки были. Сидели, сидели. Но я чувствую, пора уходить. Насколько же можно сидеть и молчать. Встаю. Он видит, что я собираюсь прощаться. А он говорит спасибо. Дал мне руку. Пожал руку. Спасибо. И все. И ушел. Вообще Шостакович был, конечно, великий гений, которого на родине не оценили. Историки в каких-нибудь словарях в историческом будущем будут писать Сталин. Крупный политический деятель эпохи Шостаковича. Была у нас одна врач, Ильича Воеводская. Когда Каев была наша хорошая другая, у нее был феноменальный дедушка. Главный патолога. Она там Советского Союза. Прокрессор Воеводский. И она рассказывает. Вдруг однажды к нам звонок в дверь. Стоит человек в военной форме. И дедушка говорит. Прошу вас следовать за нами. Мама в слезах. Заготовила ему котомочку. Увели стойка. Увели деда. Ну, а там по радио передают. Бесконечные траурные марши. И сводка состояния товарища Сталина. Такое-то давление, такое-то то-то, такое-то, такое-то, такой-то, такой пульс. Это звучало, знаете ли, день и ночь. Траурная музыка по радио звучала. Настал день, когда опять они сидят, пьют чай дома. Звонок в дверь. Входит дед. Отпустили. Слава Богу, ничем не виноваться. Ну, знаете. А он вошел, пританцовывает и присвистывает. Мы решили, что дед, что его там пытали. Мы с мамой решили, что он спятил. А оказывается, он его уже вскрыл. Его для этого возили. Товарищ Сталин играл панихиду в колонном зале Дома Союзов. К нам подошел кто-то из правительства, который стоял в почетном карауле. Говорит, что-то вы очень заупокойную музыку все играете. Немножко оживите. Потому что, слышите, в зале рыдают все время. Это от вашей музыки. Ну, хорошо, оживим. Тогда мы удали начало фаминорного квартета Бетховена. Тарадаридита. Папапапам. Трим-парам-парам-парам-парам-парам. Эти в почетном карауле, они все стропинулись. И я показываю ребенка спокойно. Нас спросили так. Потом посадили нас в скорую помощь. Потому что иначе проехать по Москве было невозможно. И привезли в Дом композиторов. А там уже у входа висит портрет Прокофьева в рамке. В траурной рамке Прокофьев. Я хоронил товарища Сталина и Прокофьева в один день. Играл в панихиду. Реакция публики это либо приятно, либо неприятно. А собственная оценка все-таки точнее всего. Без публики я бы смог бы. Я понимаю, что я смог бы. Может быть, я и не смог бы. Но мне кажется, что смог бы. Потому что я, как вам сказать, я точно знаю, что надо. Знаю. Вот я знаю, что мне надо и чего я добиваюсь. И чего я хочу. И когда я добиваюсь того, чего я хочу. Добиваюсь того, что я слышу. В идеале должно быть как исполнено. Тогда я очень счастлив. И тогда я музыкантам своим говорю. Вот, ребята, сейчас обратите внимание. Давайте мы этот кусок повторим. Не потому, что это было плохо. Это было хорошо. А чтобы запомнить это ощущение. Нельзя дирижировать руками вот так просто прямо, так, так вот крестом. Нельзя. А нужно обязательно делать такую траекторию гладко. От четверти к четверти переходить. Например, раз. Вот нельзя так два. Вот раз, два. Как бы раз и два. И три. И четыре. В России вообще камерных оркестров не было. Старинную музыку и Баха, и Вивальди, и до Моцарда включительно. Играли большими составами. Просто обыкновенными оркестрами. Я все время думал, как это сделать, чтобы вот эту музыку играть в оригинале. Из кого создать. Очень многие музыканты представляют себе, что камерный оркестр – это просто уменьшенный симфонический оркестр. Просто меньшего состава. Но играют те же самые оркестранты. С теми же самыми оркестровыми лабужскими навыками. И это не те музыканты, которые могут составить настоящий камерный оркестр. А настоящий камерный оркестр может составиться скорее из музыкантов камерных. Из солистов. Из квартетов, например. Очень-очень важно добиться того, чтобы руки выражали музыкальную мысль. Должно быть связующее. То, что связывает ноты. Не просто долбить ноту одну, а вот одну связать их. Руками надо их связать. Вот так. Научиться. Первые репетиции были по ночам. Все на чистом энтузиазме. Зарплаты никакой. Надо было с каждым работать в отдельности. Практически мне приходилось вести индивидуальные занятия. Прямо как будто консерваторию я открыл. Я с каждым работал отдельно. Я брал скрипку. На скрипке я показывал штрих, который нужно воспроизвести. Как какие-то фразы стилистические играть. Вот Моцарта, вы будете эту фразу так играть. А Гайна вот так. Почти как Моцарта. Но Баха совсем иначе. Штрих Моцарта более легкий. Скажем, если штрих Баха, он такой лежачий на струне. Там происходит все на струне. А штрих Моцарта, восьмушки, скажем, или шестнадцатые, играются так называемым спикату. То есть прыгающим смычком. Смычок прыгает. А в музыке Баха это совершенно исключено. Нельзя так играть. А кто играет Баха вот так, он играет Баха стилистически неправильно. После каждой четверти, кисть, которая пришла к этой четверти, она должна дать отдачу. Вот раз – отдача. Раз – отдача. А бывают четверти с задержанной отдачей. То есть подчеркивают какой-то ритм определенный. Смотрите, раз, два – задержанная отдача. И три, и четыре. Пошли. Нужно научиться дирижировать так, чтобы каждый из музыкантов думал, что ты дирижируешь именно для него. Это объяснить нельзя. Потому что если кто это чувствует, то он рожденный дирижер. Если он этого не чувствует, то научить этому, я думаю, нельзя. Рассказывает мне директор большого зала. Вы знаете, прибегает ко мне вчера вечером заместитель. Говорит, выйдите во двор, посмотрите, что творится у малого зала. Это какая-то лпа, которая пытается попасть на наш концерт. Нельзя было достать билеты. Я поехал к нему домой, к этому композитору. Он жил на даче где-то, за городом Стокгольма. И на колени встал. Пожалуйста, дайте мне партитуру 10-й симфонии Малера. Только на одну ночь. Я завтра утром улетаю. Вы мне дадите эту партитуру. Я поеду ее скопировать. Привезу ее вам обратно. После этого поеду на аэродром. Ну, помните, вот он, видимо, я его или его жена, может быть, подействовала как-то. Ну, он как-то был, ну, убежден, в общем. Взял и дал мне нати. Но вы мне обещаете, что вы ее вернете. В любом случае, так или иначе, вы мне вернете партитуру. Абсолютно обещаю. Сидя в самолете, хотя не спал ночь, я сразу-сразу встал, все уже, уже начал работать. Мой предшественник Дерри Кук, который, в общем-то, провел колоссальную работу, допустил несколько ошибок, некоторые из которых являются очень серьезными нарушениями майорских принципов. Один просчет был непозволительный, непростительный во вступлении к финалу. Ну, вот я тут принялся работать. Я понял, что это место меня не отпустит. Хоть до конца жизни я буду сидеть над ним. А я найду. Я задался такой целью. Субтитры создавал DimaTorzok от меня стали требовать подписать какое-нибудь неблаговидное письмо, что я не хотел ни за что делать. Но, правда, более умные люди подписывали. Они придерживались. Я же такое даже говорил. Вот выбор стоит перед людьми сейчас. Либо пойти на костер, либо остаться и творить дальше. Он хотел этим сказать, что он вот остался и творит дальше. Но он не до конца остался. Он все-таки в партию пытался не вступить как можно дольше. Как можно дольше сопротивлялся этому. И всякими способами. Вплоть до того, что когда ему объявили, что его уже принимают, он убежал. Убежал. В Ленинград убежал. К матери. Скрывался там. Его и там нашли. И заставили. У меня такой подобный случай был, когда я стоял перед искушением, неприятным очень. Это я был, как я помню, кажется, если не ошибаюсь, в Мексике. Там от меня потребовали подписать письмо против Израиля. И сам посол. Ну, я сказал, что поймите, я это не могу сделать. Это войдет в противоречие с моим представлением о жизни, с моим представлением о совести, с моим искусством. Ну, я сказал, вот, надо быть патриотом. Ну, я сказал, ну, хорошо, ну, представьте себе, что я подпишу такое письмо. И вы думаете, что я после этого смогу вернуться домой? Не представляете себе этого. Я не смогу вернуться. Тогда от меня отстали. Ну, категорически отстали навсегда. И когда попытались меня... У меня в Москве был случай, когда пришли представители партийного комитета филармонии на репетицию. Пришли меня поздравлять. С чем меня поздравляете? Ну, как же воспринимают? Куда мне принимают? В партию? А я говорю, я такого заявления никогда еще не писал. Ну, напишите, не поздно. Это не поздно. Мы все устроим. Я говорю, знаете, этого шага я пока что остерегаюсь, потому что я не готов к этому. Весь, так сказать, по своему образованию, по своему воспитанию. Я даже не был в комсомоле. У меня нет настоящего знания марксизма, ленинизма. Мы вам дадим педагогов, все. Нет, этому научить никто не может, если человек сам не постигнет. Нет. Я торговался, торговался. Как-то сошло, как-то сошло. Знаете, спустили на тормозах. Меня не позволяло мои, как вам сказать, нравственные ощущения, что это та организация, которая может меня не исправить, а испортить. Я боялся этого, очень боялся. Однажды как-то ко мне домой позвонил папа. Они тогда жили с мамой на Новослободской улице, а я жил в центре, в Лебяжьем переулке. Знаете, близко от музея Пушкина, вот в тех переулках я жил. Папа звонит однажды очень рано, рано, рано. Рудик, у нас больше нет мамы. Я заболел тогда тифом, когда хоронили маму. У меня была высокая температура, я был в дремоте, почти без сознания. Похоронил маму все равно. И когда тогда я уже приехал в больницу, потом обратно в больницу, болеть поехал в больницу. Я там, лежа в больнице, я понял весь этот ужас, что мамы нету. Я помню, что я так горько плакал, лежа в больнице, знаете, просто... Вся жизнь моя вертелась вокруг маминой заботы и маминой теплоты. это до сих пор у меня боль в сердце, когда я про маму думаю, знаете, я с ней советуюсь, бывает. Такой второй мамы, как мне казалось, ну это так, может быть, каждому кажется, нету такой второй мамы, не существует. когда мы однажды играли в Сойстрахон концертной симфонии в большом зале консерватории, папа пришел на концерт, что-то стояло, говорил, говорил Сойстрахон, а я в это время с кем-то разговаривал, и вдруг я слышу, смотрю, папа заплакал, папа заплакал. В чем дело? А папа ответил так, жаль, что мама этого не слышала, того, что сказал Сойстрах, но повторить не хотел, этого не ушло. из всех, с кем мне приходилось за мою долгую жизнь выступать, меньше всего была проблема у меня с двумя людьми. это с Рихтером и с Сойстрахом. Про Гиллис я не говорю, потому что у нас большого опыта с ним вместе не было, но то, что мы с ним общались, никаких проблем не возникало никогда. Никогда. Почему так? Потому что эти люди все могли, они умели все сыграть. Если предлагал я Сойстраху, не хотите попробовать вот таким штрихом вот тут и сделать это. А он берет скрипку и мне точно играют, что я предлагал. Я говорю, да, 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 вот так. Он говорит, ну, понимаю, но мне кажется, что лучше будет так. Тогда он меня убедил. Но в большинстве случаев бывает иначе. Бывает, человек не может выполнить то, что я предлагаю тем штрихом сыграть. Не может. И тогда он говорит, это никуда не годится. А то, что он не может сыграть, он это скрывает. Тогда я это не уважаю. Во время наших совместных гастролей мы были на концерте Рихтера. Вернулись в гостиницу полные впечатлений от того, как он играл соната по сенату. Ужинаем, сидим за столом и он наклоняется ко мне. Рудик, знаете, я последний сапожник. Что такое? Я в апассионате рано начал разработку. И поэтому кульминация в апассионате не состоялась как надо. Я последний сапожник. Ну и вот мы поужинали. И Рихтер сказал, надо пойти поспать. Уже завтра трудный день, но завтра мы должны начать репетиции квинтета. и вечером квинтет играть это сложно. Но я заснул и через минут 10-15 слышу играет. Мой номер находился напротив его номера. Ну я, конечно, спать не мог, мне было страшно интересно, что он учит и как он это учит. А он начал учить совсем другое. Не Апассионату, а стал учить пассаж из одной замечательной пьесы Равеля Альборадо Дель Красиозо. Такая есть пьеса. Очень какой-то трудный пассаж, который ему никак не удавался. Он учил этот пассаж ну минимум до 5 часов утра. Потом я не выдержал ее, заснул. В результате из этой программы он эту Альборадо Равеля снял. Он сыграл ее потом в следующем концерте через месяц. Но как он эту пьесу сыграл через месяц? Как? Это было абсолютное какое-то совершенство музыкальной мысли и тканей и звука. Странно было, что как это смертный человек производит такие звуки и так это играет. Это страстное желание добиться совершенства. Это напоминает работоспособность таких великих людей, как Бетховен, Гёте. Ведь Гёте понадобилось 40 лет для того, чтобы написать Фауста. А как мы знаем Бетховену понадобилось 10 лет, чтобы сочинить одну только тему второй части, тему из восьми тактов. Но это признак гения. Как говорил Гёте, это очень трудно, конечно, без конца повторять одно и то же и добиваться совершенства. Не каждый может выдержать всё это. Но только на этом пути возможно появление великих произведений. Жертва стоит того, любая жертва. А какая тут может быть жертва в сравнении с той победой, которая образует не только радость, но счастье человека, который победил там. Вот в данном случае Рихтер победил эту Альбраду Дальграциоза. Только в такие минуты понимаешь, ради чего ты столько мучаешься и столько приносишь жертву. Эти минуты составляют главное счастье жизни. Когда удаётся чего-то достичь, у меня бывает именно такое состояние. вот это счастье. Это вот счастье, ради которого я занимался музыкой, которому я столько времени отдал и душевных сил в жизни вообще ради этих минут. с от в и и от д и и . Мы были на гастролях в Японии. Она была там переводчицей нашей. Вернее, моей личной переводчицей она была. Терков русский она знала превосходно. И вообще языки знала. И такая образованная была женщина. Ну вот. Да, и очень сильно влюбился. Начались у меня неприятности. Стал невыездным. А когда невыездной дирижер, это катастрофа. Значит, невыездной весь оркестр. Приехал импресарио Хохаузер, знаменитый. Побежал в Министерство культуры. Что же вы со мной делаете? Горит наша фирма там. Все билеты уже проданы. А он не приезжает. А ему говорят, что... Нет, знаете, он болен. Он не может. Никак. Ну как болен. Я же только что видел его на репетиции в большем зале. Только что он говорил с ним. А ему отвечает. Нам лучше знать. Он болен. Не разрешали ей приехать, чтобы пожениться официально. Требовали, чтобы я рассказал, как познакомились. Пытались найти какую-нибудь зацепку, что она шпионка. Секретарь одного райкома партии, куда я пришел объясняться и все такое что-то. А он посмотрел, говорит, полюбили так сильно, да. Мне, говорит, не пришлось никогда. Она не понимала, нет, это не по глупости, она не понимала. Она прислала. Мне вдруг такое письмо пишет. Ну раз никак не удается, я попробую поехать как туристка. Я думаю, ну что ж ты, дурочка, делаешь. Конечно, это прочитали где надо. Но все-таки, когда я понимал, что она ее не пустит, когда пришел день ее приезда, указанный мне тогда еще в письме, когда она купила билет на самолет, я все равно собрался поехать на всякий случай. Но, выходя из дома, я получаю телеграмму. Не пустили в самолет. Узнай, почему так жестоко. В конце все-таки пустили после вмешательства Шостаковича и Хачатуряна. Такой был мальчик. Он, когда пошел в школу, он в школе уже сразу стал лучшим учеником. Маленький, еще совсем маленький был. Что он понимал? Ничего, как бы не понимал. Но вместе с тем бывали такие эпизоды с ним. Прямо страшно вспомнить. Мы едем как-то в какой-то праздник в троллейбусе. В троллейбусе проезжаем площадь Маяковского. А там особенные всегда бывают плакаты висят. А перед этим незадолго мы читали с ним Корнеевича Чуковского. Тараканище. И вот, когда он увидел слава-слава КПСС, он вдруг на весь троллейбус громко закричал. Слава-слава! Воробью победитею! На этой же остановке, когда остались, весь троллейбус вышел. Весь, на всякий случай. И мы остались втроем. Отдыхать, например, куда-нибудь поехать не можем. Вот сюда нельзя, сюда нельзя. Нашли дачу, хотели поехать на дачу. И надо было воверх прийти, получить разрешение, чтобы ей там жить. Он посмотрел, куда мы, на адрес посмотрел. Пошел куда-то в другую комнату, дверь оставил открытой почему-то. А там висит карта, подробная карта Подмосковья. Он вернулся оттуда, говорит, сюда нельзя. Я сказал, ну скажите, куда же можно? А вы сначала найдите, куда вам хотелось бы. Тогда я вам скажу, можно или нет. Это такое издевательство получалось. Ей пришлось, пришлось уехать. Она несколько раз в нашей совместной жизни говорила, хочу домой, хочу домой. Потому что ей многое как-то не было понятно. Не то, чтобы не нравилось, а вот ей было непонятно. Она говорила, я никак не могу понять, почему у вас в магазинах продавцы не хотят продать. Почему они так себя держат с покупателем, что не хотят продать. Она уехала вместе с ним. И это была для меня такая трагедия. Впервые я увиделся с сыном, когда я поехал на гастроли туда с Рихтером. Спасибо Рихтеру, что меня выпустили. Он добился этого. Он такой, Рихтер, такой друг и такой товарищ, каких я не встречал на свете. Соворотик, вы поедете со мной. Я говорю, меня же не пустят никогда в жизни, понимаете? Посмотрим, говорит. И в одном интервью заявлении такое сделал. Я играю только с двумя дирижерами, с Бритинами, с Баршаевым. Как выяснилось, Фурцева была в Японии в это время. Шифровка пришла от Фурцевой. Любыми средствами, путями. Не позднее, вот послезавтра когда-то. Баршай, чтобы был в Токио. Он стал доктором. Доктором. Он к нам часто приезжает. Саша – это третий. А первый – это Лёва. Это было еще в студенческие годы. Пригласили меня играть в одном ансамбле. Я там обработки делал. Им всем очень нравилось. Ну и она, по-моему, влюбилась в меня как в обработчика. Она была хорошенькая очень. Очень-очень, надо сказать. И скрипачка тоже замечательная. Так что мы влюбились друг к другу и взяли, поженились. Долго не думая, что там. Лёва. Его сын-то вообще стал летчиком американским. Знаете? А у Вовы – это второй сын. Дед. Был великий артист. Мартинсон Сергей Александрович. Я был женат на его дочери. Очень хорошая, милая была девушка. Она уехала после нашего развода в Америку. Вышла замуж. И сынишка наш уехал с ними вместе. Когда у меня была такая довольно тяжёлая операция, через много лет, вдруг звонок такой. Рудик? Да. Я кто это? Это Аня. Ануля. И я так Сергей Александрович взвал Ануля. Я так был растроган, не могу передать. Знаете? Что вот мы с ней всё-таки друзья. И никуда от этого не денешься. Говорит, Рудик, у тебя чудесный сын. Он стал очень успешным бизнесменом. У него двое мальчиков. Мартин одного зовут, а другой Бенджамин Баршай. Какие-то ребята. Ой, какие потрясающие. Младший вообще интеллектуал. А старший спортсмен, он приезжал к нам сюда не так давно. Может быть, месяц там назад. Каждый развод, всякий развод, это большая трагедия. Это вызывает у меня всегда ужасно большое сожаление за всех людей. И не только за себя. И, конечно, я тоже очень сожалел. Ну, что поделаешь. Открывается дверь консерватории. Из этой двери выходит Юдина. Это была легендарная русская пианистка. Она была человек не совсем, так сказать, обыкновенный. Она была очень верующая, очень. И она ходила даже в аббатской сатане с большим крестом и с палкой. Подошла и ткнула этой палкой меня в грудь. Рудик, вы знаете, что вы должны сделать? Вы должны инструментовать искусство фуги. Все, до свидания. И ушла. Ну, это на меня очень подействовало. Потому что она человек такой, она была как пророк. Как что-то было в ней сверхъестественное. В каком-то месте музыка у Баха обрывается. И рукой его сына написано «В этом месте фуги, где тема БАЦХ вступает в контрсубъект». так сказать, баритональный голос, что ли. Композитор скончался. После его смерти издали искусство фуги на четырёх строчках, без намёка на инструментовку. Ну вот я начал инструментовать и дошёл, значит, до конца. Всё, я соинструментовал. Пришёл я к Шостаковичу показать. Говорит, ну всё тут, в общем, как-то сказал, всё в порядке. В смысле инструментовки, всё в порядке. Но только не вздумайте вот так вот играть без окончания. Я говорю, а как же? А потому что я для себя хорошо представляю, что Бах был человек очень суровый, свирепый, строгий. И как он мог бы сказать, не умеете закончить, не играйте. До меня играли без окончания. Значит, я понимаю так вас, что я должен сейчас прийти домой и немедленно приняться за сочинение окончания. Он сказал, вот именно. Я пошёл домой. Тут же, прямо в этот же дел, начал писать. Пару лет, наверное, прошло, пока я это окончание сочинения. Позвонил ему. Бетя Дмитриевич, вы знаете, вот мы на репетиции записали последнюю фугу. Я хотел вам ее показать, вот когда будет вам удобно, скажите. А вы где сейчас так торопливые? А вы где сейчас? Я говорю, я сейчас в центре Москвы. Вы моторизированы? Да, я на машине. Немедленно садитесь в машину и приезжайте ко мне в руку. Немедленно. Я взял эту плёнку, там, протитуру свою, приехал. Там такая, значит, ситуация. Тема Б, А, Ц, Х. Б, А, Ц, Х. Ха – это значит Си, А. А в это время во второй теме, которая проходит мимо контрпункта вместе с Сибикаром, звучит нота До. Вот он. Такой же он говорит, а можно вернуть обратно плёнку к этому месту? Можно. Страшное дело, да? Я вернул обратно. Он стоп, говорит, стоп. Посидел, посидел. Подождите, говорит. А я уж приготовил бумагу, карандаш, чтобы всё, подождите. Потом как-то решительно вдруг сказал, нет, оставьте так, как есть. Не меняйте ничего. Потому что вот так хорошо. Потому что этот страшный, на первый взгляд, диссонанс оправдывает себя в следующем такте. Потому что там после этого страшного диссонанса, который создаёт невероятное напряжение, сам по себе диссонанс, разрешается всё это в шестую ступень седьмой мажора. оправдалось всё, да? А это очень красиво. Очень, говорит. Так что никогда это не меняйте. И кто бы вам не советовал, а недостатка в советчиках у вас не будет. Никого не слушайте. Никогда. Потому что так хорошо. А потом он говорит, Ирина, у нас там в холодильнике есть четвертинка. Соруди нам, пожалуйста, что-нибудь на закуску. Мы обязательно должны ему это отметить. Вообще-то вы создали прецедент. Потому что до сих пор считалось, что нельзя заканчивать произведения великих мастеров. за них сочинять нельзя. А, говорит, еще есть одно сочинение, которое требует окончания. Десятое мажора. По большому счету, в результате мой этот шаг правильный. Даже если бы я уехал бы только из-за того, чтобы исполнять плакшуна, это уже было бы для меня, вот для моей совести оправдано. На следующий день после концерта в «Дейли Телеграф» была такая статья. Где этот композитор и что у него есть еще? Это был совершенно уникальный и композитор, и человек, но и самый интересный, он был прекрасный педагог. И я в полном праве могу назвать его своим учителем. И более того, все, что я в музыке умею, или только знаю, или только понаслышке, всем этим я обязан лакшуну. Он очень много мне объяснил в музыке. Он написал 12 симфоний. И даже сам Шостакович сказал о нем, что это гениальная музыка. Запрещали произведения лакшуна. Финдемита нельзя было исполнять. Мне давали сыграть с моим оркестром «Ферклер-те-нахт» Швенберга. «Посветленные ночи». Замечательное произведение. Пока разрешили сыграть 13 симфонию, Шостаковича тоже, потому что там есть эта часть, Бабий Яр, где защищаются евреи. Это фактически симфония против антисемитизма. И только благодаря смелости Кирилла Кондрашина эта симфония вообще увидела свет. Он впервые сыграл в Москве ее. С колоссальным успехом. Мне говорили. Мы не хотим, чтобы играли музыку, которая народу непонятна. Доходили до смешных вещей. Паршай, ты, говорят, мастер инструментовки такой, признанный. Ну, почему же ты делаешь обработку Прокофьева и Шостаковича? А почему ты не возьмешь, например, солдатские песни «Книпер»? Здесь я мог работать, и мне не запрещали ничего играть. Я хотел хендемит, я играл хендемит. Я захотел играть Стравинского, я играл Стравинского. Очень часто, между прочим. Все мне разрешалось. Если говорить по существу дела, и очень серьезно, это было самым главным. Минус вот какой. Минус такой, что мне пришлось для отъезда бросить выпиставанный мною камерный оркестр прекрасных музыкантов, таких, которых здесь мне никогда уже больше не удавалось найти. Такого концертмейстера, как Евгений Смирнов, я никогда больше не встретил. Сколько в мире бы мне не пришлось дирижировать. Когда я вышел на эстраду в прощальном концерте, взмахнул палочкой, весь большой зал залился звуком кристальной чистоты и колоссальной мощности. так они заиграли. И ребята мои эти, так они заиграли. мне было тяжело уезжать. Я оставлял друзей, которых, понимал, как неолокшин перед отъездом, когда пришел ко мне на прощальный вечер, как все люди, конечно, пришел, сидел у меня на прощании. Потом, когда он уходил, а он недолго сидел, сказал, «Но вы понимаете, Рудик, что мы больше никогда не увидимся». Я ему сказал, «Нет, этого я не понимаю и думаю, что вы не правы. Увидимся». Лена уже играла в камерном аркете, «Лависин» играла. У нас возникла сначала симпатия просто, а потом постепенно больше, чем симпатия. И, честно говоря, мы привязались. Я так был к ней привязан, не могу передать. Прямо потому, что я увидел в ней человека, который меня как бы возвращает к жизни. На репетициях поднимет руку и какое-нибудь предложение внесет. И всегда это было очень к месту. Но мне пришлось уехать без нее. Такая была ситуация, что нельзя было рисковать. Ее они выпускали. Она не сдавалась. Так и не сдалась, в конце концов. И они вынуждены были ее выпустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музыка как явление – это движение души. Эта душа выражает таким способом свои движения. Я чувствую себя счастливым в этот момент, если мне удается напасть на этот след и продолжить его развить дальше. И даже сейчас, честно говоря, мне кажется, что если я в жизни что-то сделал важное, в чем я могу перед Богом ответить, то это две вещи – искусство Фоги Баха и 10-е Майлера. Потому что я должен признаться, что во время работы над этими двумя сочинениями я существовал. Это была моя жизнь. Вот дышал там кислородом, воздухом и вот сочинял. И это самое. Этим я жил. Вот это была моя жизнь. А все остальное – это было прикладное. И потом наступает финал. Там есть один аккорд, который после страшного сплетения контрапунктических линий разных разрешает этот клубок в ми бемоль мажор. Но в это время в верхнем голосе в мелодии проходит соль бемоль. Получается такой диссонанс жутко грубый, как будто по тарелке вилкой скоблят. Сам Майлер над этим очень много работал. У него сотни разных вариантов. Писал, зачеркнул, писал. Сотни просто невероятное что-то. Видно, что он не хотел расставаться с ми бемоль мажором. Как поступил Дэрик Кук? Очень просто. Он этот ми бемоль мажорный аккорд, чтобы не портить мелодию, превратил в ми бемоль минорный аккорд. И сразу стал характер унылый. Да ми бемоль минор еще такая унылая тональность, что деваться некуда. Жизнь не мила просто. А это нельзя. Это очень большое нарушение майлеровской философии, потому что Майлер в этом отношении был строгим последователем Баха и Бетховена, чтобы не разрешать в минор. Бах был послушен воле Божией. Он не протестовал против воли Божией. Бетховен мог протестовать. Но как? Я стал очень... Не то что молиться, но я обратился к Бетховену как-то. Я обратился к нему, потому что я незадолго до этого читал его замечательные записные книжки. И там в записных книжках был один лист, что надо подготовить перед сочинением Миссы Солемнис. А потом он пишет, какой должна быть музыка. Конечно, очень печальной. Даже трагичной. Но никогда, ни в каком случае, не безнадежной. Я начал изучать рукопись опять, с самого начала. Взял лупу. И я нашел в этой рукописи его какую-то ноту в третьем голосе. Сколько я не смотрел в самые сильные лупы, я не мог разгадать, что это за нота. А потом я сам себе сказал, все равно какая нота. Это будет, по-моему, рэ-бимоль. Я считаю, что это будет рэ-бимоль. И когда я написал туда рэ-бимоль, я в это время еще был в кровати, спал, ну, дремал. Но когда я написал рэ-бимоль, я в голове написал, меня взорвало всего. Я вспотел, как мышь. Потому что я услышал то, что я искал. Как раз то, что это была нота, которая превращала ми-бимоль-мажор в доминант септаккорд к ля-бимоль-мажору. Один тон. И вы уже в фа-диас-мажоре. А что такое фа-диас-мажор? Я очень извиняюсь. Это главная тональность всей симфонии. Мокрый, как мышь. Как будто бы после кризиса человек просыпается в поту. Знаете, вот такое у меня было ощущение. Как будто я проснулся после страшного кризиса. И пока я не побежал вниз, оттуда, сверху. Вот сюда, к этому столу. И не записал это, я не мог успокоиться. Но когда я это записал, меня захватила такая радость, которую трудно описать. И я заснул очень спокойно. И спал счастливым сном довольно долго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok